Субтитры сделал DimaTorzok Рассказал, почему русских так боятся в Америке И вот решил с вами поделиться Не знаю, понравится вам или нет, мне понравилось Я посмеялся до слез И сейчас у меня даже улыбка на лице Там будут пара смешных моментов Гордых за Россию И я решил с вами поделиться На фоне игры в Воробоц Ну на каком-то фоне, правильно же, у меня же канал Воробоц В общем, сейчас я вижу сайт А потом я буду играть в Воробоц и просто это наложу на это В общем Вот такое у нас получается Рассказ Американский солдат рассказал, почему русских так боятся в США Начнем Американский опытный солдат Во время банкета откровенно рассказал Автору о русских и почему Их так боятся в США Так получилось, что мне довелось Участвовать в одном проекте с настоящими Пиндосами, говорит автор Хорошие ребята, настоящие профи За полгода, пока шел проект, мы успели подружиться Как положено, успешное Завершение проекта заканчивается И вот наш банкет в самом разгаре Я зацепился языком с пареньком С которым вместе вели одну тему Конечно, мы делили кто круче Первый спутник, лунная программа, самолеты, оружие и тому подобное И задал я свой ожидаемый вопрос Вот скажи мне, американец, почему вы нас так боитесь? Ты же шесть месяцев живешь в России Все видел сам Нет тут медведей на улице И на танках никто не ездит О, это я объясню Нам объяснял сержант с инструктором Когда я служил в национальной гвардии в США Этот инструктор перешел много горячих точек Он два раза попадал в госпиталь И два раза из-за русских Он все время нам говорил Что Россия это единственный и самый страшный враг Первый раз это было в 1991 году В Афганистане Это была первая командировка Молодой, еще не обстрелянный Он помогал мирным жителям Когда русские решили уничтожить горное оселение Подожди, перебил я Нас уже не было в 87-м в Афгане А, нас тоже еще не было в 91-м в Афгане Но верить ему не вижу смысла Слушай И я слушал Передо мной уже сидел не мирно молодой инженер А американский ветеран Я обеспечивал охрану Русских уже не было в Афгане Местные начали воевать друг с другом Наша задача была Организовывать передислокацию В контролируемый нами район Дружественного партизанского отряда Все шло по плану Но в небе Появилось два русских вертолета Зачем и почему Я не знаю Совершив разворот Они перестроились И начали заходить на наши позиции Залп стингеров Русские ушли за хребет Я успел занять позицию За крупнокалиберным пулеметом И ждал Из-за хребта Должны были появиться Русские машины Хорошая очередь в борт Пойдет им на пользу И русский вертолет Не заставил себя ждать Он появился Но не из-за хребта А снизу Из ущелья И завис в 30 метрах от меня Я отчаянно сжал гасетку И увидел Как высокие искорки Отскакивали пули от стекла Я видел Как улыбался Русский летчик Очнулся Я уже на базе Легкая контузия Мне потом рассказывали Что летчик меня пожалел У русских считалось Признаком мастерства Разделаться с местными И оставить в живых европейца Зачем не знаю Да и не верю Оставлять в титул врага Способного на сюрприз Глупо А русские Не глупые Потом было много Разных командировок Следующий раз Я столкнулся с русскими В Косово Это была толпа Необученных недоносков С автоматами Времен Вьетнамской войны Броники Наверное еще Со второй мировой Остались Тяжелые Неудобные Никаких навигаторов ПНВ Ничего больше Только автомат Каска И броник Они ездили На своих БТРах Где хотели И куда хотели Целовались в засос С мирным населением Пекли им хлеб Они привезли С собой пекарню И пекли хлеб Кормили всех Своей кашей С консервированным мясом Которую сами И варили В специальном котле К нам относились С пренебрежением Постоянно Оскорбляли Это была не армия А хер знает что Как можно с ними Взаимодействовать Все наши рапорты Руководство Русских Игнорировались Как-то мы Зацепились Несерьезно Не поделили маршрут Если бы не русский офицер Который успокоил Этих обезьян Могло дойти До стволов Ну наверное Про Нерусских обезьян Автор имеет ввиду Сросников Потому что Мне кажется Контрактники Не стали бы так себя вести А вот стройщики Да я был сам стройщиком И мог Внешне походить на обезьяну Ну давайте продолжим Этих недоносков Надо было Наказать Дать пизды И поставить на место Без оружия Нам только русских Трупов не хватало Но Чтобы поняли Написали записку По-русски Но с ошибками Вроде и серп писал Что собираются ночью Славные парни Америкосы типа Дать пизды Обнаглевшим русским Недоноскам Подготовились мы тщательно Легкие бронежилеты Полицейские дубинки ПНВ Шокеры Никаких ножей Никакого огнестрела Подошли к ним Соблюдая все правила маскировки И диверсионного искусства Эти придурки Даже пасты не выставили Ну значит Будем пиздить спящих Заслужили Когда Когда мы почти подошли к палаткам Раздалось Сраное Ура Из всех щелей Полезли эти недоноски Почему-то одетые Только в полосатые рубашки Я принял первого Очнулся Очнулся Уже на базе Легкая контузия Легкая контузия Мне потом рассказывали Что парень Меня пожалел Ударил пляшма Если бы бил по-настоящему Снес бы голову К чертям Меня Опытного бойца Элитного подразделения Морской пехоты США Вырубает За 10 секунд Русский Тощий недоносок И чем И знаешь чем Садово-шанцевым инструментом Лопатой Да Мне в голову бы не пришло Драться саперной лопатой А их этому учат Но неофициально У русских считалось Признаком мастерства Знать приемы Боя саперной лопатой Я потом понял Что они нас ждали Но почему Они вышли в рубашках Только в одних рубашках Ведь для человека Естественно Защитить себя Одеть броник Кашку Почему только в рубашках И это Их сраная Ряааа Хе-хе-хе-хе-хе Ура наверное имеется ввиду Хе-хе-хе Первый раз я смеялся Еще больше Хе-хе-хе-хе-хе У меня даже слезы Из глаз не кут вообще Ура Хе-хе-хе-хе Дальше Хе-хе-хе-хе Я как-то ждал Рейс В аэропорту Детройта Там была Русская семья Мама, папа, дочка Хе-хе-хе Тоже ждали Свой самолет Отец Где-то купил И принес Девочке Лет трех О труду Здоровенное Морозинное Хе-хе-хе-хе Она запрыгала От восторга Захлопала в ладоши И знаешь что Она закричала Их сраная Ура Три года Говорит плохо А уже кричит Ура А ведь те парни С этим криком Шли умирать За свою страну Они знали Что будет просто Рукопачная драка Без оружия Но они шли Умирать Но они Шли Не убивать Легко убить Сидя в бронированном Вертолете Или держа в руках Отточенную Как бритва Лопатку Они меня не жалели Убить ради убийства Это не для них Они готовы Умереть Если надо И тогда я понял Россия Это единственный И самый страшный Враг Вот так нам Про вас рассказывал Солдат Вот так нам Про вас рассказывал Солдат Элитного подразделения США Пошли еще По стакану Русский А я вас не боюсь Вот такая вот Статья Интересная Я много чего Где читаю В общем Катаюсь Прыгаю И лазил В общем За городом Американский солдат Рассказал Почему русских Так боятся в США Я еще где-то Покопаюсь Если вам интересно Что-нибудь такое Поищу и озвучу Если вам понравилось И вы получили Как бы положительные эмоции Пишите в комментариях Стоит ли мне Писать Записывать Такие вот блоги С такими интересными Рассказами На фоне нашей Любимой игры Варробот Так что Ставьте в известность Меня Ну а с вами был Братуха Ставьте лайки Дизлайки Подписывайтесь на канал И это Не забывайте Это А Нажмите колокольчик В общем Пока-пока Пробный вариант Кстати по скрипту Блин не знаю что получится Понравится вам или нет Но это пробный вариант В общем Обязательно комментарий Просто обязательно Все пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok